Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, впереди вас ждет много интересного. Дикий ангел относится к одной из самых успешных аргентинских мыльных опер в истории. Телесериал показали более чем в 80 государствах мира. Пролетело более 20 лет с того времени, как домохозяйки, школьницы и не только, с замиранием наблюдали за Ивой Миларгос. Как живут получившие популярность актеры после окончания съемок? Как выглядят спустя 20 лет и чем они заняты сегодня? Об этом смотрите в нашем видео. Наталье был 21 год, когда начали снимать этот телесериал. В 23 года она пережила очень тяжелый развод с первым мужем. Он тоже был актер, Пабло и Чарри. Только работа помогла актрисе справиться с чувствами после разрыва. И новая любовь, Наталье познакомилась с рок-вокалистом Молье. С тех пор они вместе. Сегодня актриса ездит с гастролями по миру, снимается в кинофильмах, ее приглашают на телевидение. А еще она записывает песни. Роль Ива сделала актера очень известным. После Дикого ангела Арана продолжил актерскую карьеру. Сегодня его продолжают приглашать на съемки в сериалы. Но он не часто снимается в телепроектах, зато пишет новые песни и клипы. Актер принимает активное участие в благотворительности и много ездит по миру. С Марией Сусини, она известная аргентинская модель и телеведущая, вместе с 2007 года и воспитывают дочь Индию и Яка Смаро, их двойняшек. Габриэла до съемок в телесериале уже снималась в кино. Только ни один из телепроектов так и не показали широкой публике. В Диком ангеле Габриэла играет монастырскую подругу Мили. Удачно сыгранная роль позволила Саре и дальше развиваться как актрисе. Сегодня она играет в театре, снимается в телепроектах и кино, на экране Виктория сыграла Лину, которая для Мили была подругой и коллегой. Виктория очень хорошо продвинулась в плане карьеры. Сегодня Анета секретарь отдела культуры Авелинеда. Виктория работала на телевидении до съемок, продолжила работу и после них. Сегодня она активно играет в театре. В браке за Хуаном Кабальера, он композитор и музыкант. У пары появилась дочка Ева в 2006 году. До работы в телесериале Сегунда уже успел вместе с Натальей сняться в телепроекте, богатые и знаменитые. Актера очень многие подростки в Аргентине считают своим кумиром. Большую популярность Сернадасу принесла картина «Поцелуй меня, дурачок». Сегунда на съемках и познакомился с будущей супругой Джанелой Нейрой. Но в скорости пара разошлась, даже несмотря на родившегося сына. Об актерской жизни актрисы можно узнать из ее аккаунта Instagram. С 2005 года Мариана перестала сниматься в телесериалах. Сейчас она больше принимает участие в различных телевизионных шоу, чем в съемках кинофильмов. От первого брака растет дочка Палома. Сегодня Мариана замужем за Роберто Гальваза, он экономист. И хотя в сериале «Марта и мили соперницы», в жизни все наоборот. Валерия и Наталья близкие подруги. А Рейра даже была на родах у Валерии. Сейчас Валерия реже снимается в кино, так как играет больше на театральной сцене. Занимается воспитанием сына от первого мужа Оскара Феринга. Кстати, с ним Валерий управляет и семейным бизнесом. У них театр в Палермо и Эль Пиколино. Когда закончились съемки телесериала, к Марселло, отлично сыгравшего добряка и романтика шофера Рокки, сразу поступило много предложений. У актера множество ролей, сыгранных в разных кинофильмах. Получила несколько кино наград. Сегодня матца Царелла продолжает съемки в кино и телесериалах, выступает на театральной сцене. Марселло в браке с аргентинской актрисой Флоренцо Иои Арджента. До работы в телесериале Пабло уже считался популярным актером. Он не только снимался в фильмах, но и работал на телевидении. После Дикого Ангела продолжил работу над новыми телепроектами. Кроме этого Пабло пишет и исполняет песни. И очень успешно. После съемок Вероника, в основном воспитывала детей. С аргентинским певцом Фрэнсисом Чейни у них в браке родились девочки-близняшки. Кроме них пара воспитывала четверых детей Фрэнсиса. Только через 14 совместно прожитых лет супруги развелись. Сегодня Вероника вернулась к работе на телевидении. И живет с Клаудио Сабридо. Этого улыбающегося парня сыграл Брайан Карузо. В сериале он был беспризорником, и его окружила забота Эмили. Сегодня Брайан продолжает сниматься в сериалах, в Аргентине он известный актер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Впереди вас ждет много интересного.